Здравствуйте! Юле и нам вместе с ней дана такая последовательность – 0, 3, 8, 15, 24, 35 и т.д. Мы об этом судим по троеточию. Девочка заметила, что каждая из чисел на 1 меньше, чем квадрат его индекса. 0 на 1 меньше, чем 1 в квадрате, 3 на 1 меньше, чем 4, 8 на 1 меньше, чем 9, 15 на 1 меньше, чем 16. Каждая из чисел на 1 меньше квадрата его индекса. И Юля предположила, что значение n-ого члена определено как n в квадрате минус 1. «Предположила» – это очень интересное слово. Если кто-то делает предположение – предполагает. Это значит, что этот некто высказывает некоторые утверждения или предположения, которое, скорее всего, является истинным и обоснованным, но это неизвестно наверняка. Итак, Юля предположила, что значение n-ого члена определено как n в квадрате минус 1. Почему именно «предположила»? Потому что она не уверена на 100%, что это правило, которое она заметила, справедливо для всех членов последовательности. Ведь оно подтвердилось только для тех членов, которые здесь указаны. Она не знает, какие элементы будут идти дальше. Она лишь делает предположение на основе имеющейся части последовательности. Она обобщает, но наверняка не знает, как будет продолжаться последовательность. Вдруг следующим числом будет не то, которое мы предполагаем. Не 48, а, скажем, 2 или 500. В этом и проблема, когда мы на основании лишь части данных делаем выводы относительно чего-то целого. Но если мы предположим, что последовательность продолжается согласно той закономерности, которую мы видим, то вполне логично сказать, что значение n-ого члена будет определено как n в квадрате минус 1. Теперь вопрос. Являются ли Юлины рассуждения примером индуктивного умозаключения? Да, это именно индуктивное умозаключение. Вы видите закономерность? Значение каждого члена. Например, третьего равно 3 в квадрате минус 1, четвертого – 4 в квадрате минус 1, пятого – 5 в квадрате минус 1 и так далее. Юля обнаружила закономерность, обобщила и предположила, что значение n-ого члена определено как n в квадрате минус 1. Вот это и есть индуктивное умозаключение. Вы не можете на 100% гарантировать правильность своего ответа, но по имеющимся частным данным предполагаете, как выглядит общая картина. На этом все. До скорых встреч!